Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Александр Васильевич Генея, русский живописец, рисовальщик, литограф, пейзажист, академик Императорской Академии Художеств. Происходил из дворян сын учителя Фон Генея, который был впоследствии директором Саратовской гимназии. Учился в Казанской гимназии вместе с Шишкиным, с которым дружил всю жизнь. Художественное образование начал получать в 1554 году в Московском училище живописи вояне из отчества у Макритского. А с 1856 года в качестве вольно приходящего ученика занимался в классе пейзажной живописи Ператорской Академии Художеств Ура Воробьева. В 1857 вместе с Шишкиным и Джготиным работал в местечке Дубки близ Сестрорецка. В 1857-58 годах за ландшафтные рисунки Гене был отмечен малыми серебряными медалями. В 1859 награжден большой серебряный медаль. Сюжетами для своих картин избрал берега Финского залива Валаам на Лазарском озере. В 1858 им написан вид на Финский залив, а в 1859 три вида из окрестностей Петербурга и Тют. Вид Финского залива близ Петербурга, а также берег Финского залива, за который он получил большую серебряную медаль. Ежегодно совершал поездки на Валаам. В 1860 году им написан вид на острове Валаам, за который он получил малую золотую медаль. В этом же году, в 1861 году, получил от Академии художников денежное вознаграждение за труды по опытам литографии, которыми занимался совместно с Шишкиным. Сам литографировал свои картины. В 1862 году совместно с Верещагиным и Джжготиным создал иллюстрации книги Вышеславцева, очерки пером и карандашом из кругосветного плавания. В 1863 направлен Академии для написания видов с натуры в Харьковскую и Таврическую губернии. В 1864 году был в Харьковской губернии, посетил Святогорский монастырь и посещал Крым. В 1865 году Гене был выпущен из Академии со званием классного художника первой степени по пейзажной живописи. В этом же году за картину «Летний день» получил премию Аркомитета общества поощрения художников, в выставках которого принимал участие до 1879 года. Иллюстрировал книгу «Путешествия по Туркестанам» Пашино. В 1978 году за картины «Буря на острове Валаам», «Дождь, вид из окрестностей Гатчины», «Ночь, весельный разлив Волги» был удостоен звания академика пейзажной живописи. Экспонировались его работы на Парижской всемирной выставке. Гене был талантливый живописец, но жизнь его сложилась неудачно и была непрерывным рядом трудов и лишений, как пишет Чулков. Александр Васильевич Гене умер в ночь на 4 июня 1880 года в Санкт-Петербурге в крайней бедности и был погребен на Малоухтинском кладбище. Его работы находятся во многих музейных и частных собраниях, в частности в Государственной Третьяковской галилее, Государственном русском музее. Вот так вкратце из Википедии о русском живописце, рисовальщике, литографе, пейзажисте, академике Императорской академии художеств Александре Васильевича Генея. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok